Хорошо, физические отклонения, о которых люди не догадываются, Академия Сэма Анеллы. Давай! Я знаю эту сдик, не надо прислать эти видосы, ты хуёвый видос присылаешь, заебался в памяти. Привет, детишки! Прикиньте, вы можете быть уродом с рождения и даже не знать об этом. Да, не все аномалии в теле видны невооруженным глазом. Сегодня мы поговорим о некоторых физических отклонениях, которые могут быть у вас, дорогие зрители. Первое из них это транспозиция органов. Транспозиция это когда у человека все или некоторые органы расположены зеркально от нормы по вертикальной оси. У одних сердце находится справа, а не слева, у других вся полость тела задом наперед. Это довольно редкое отклонение. Примерно... Интересно, как оно мешает? Наверное, только во время операции, да? ...на один случай на 10 тысяч. Согласно Википедии, многие из этих людей живут себе и даже не подозревают, что с ними что-то не так. Поскольку даже маленькие дети знают, что сердце должно быть слева, мне это кажется как минимум сомнительным. Но как знать? В любом случае, визит к врачу, на котором это выяснится... А как ты, блядь, узнаешь? Вот ты живешь, например, и чего? Как ты реально... Ну, типа, если оно не сильно бьется, в особенности как-то поебать, но ты, типа, не узнаешь. Это будет очень веселым. Воу, да у вас яички задом наперед. Эээ, чё? Погодите, погодите. Может, я просто не так их взял. Дайте-ка я просто... Ммм... А, не, реально задом наперед. Я... Я чё-то не понял? Да всё просто. Правое слева, левое справа. Вот и все дела. Ясно. А это... Это вообще важно? Ну, я вот не хотел бы, чтобы у меня яйца были задом наперед, но каждому своё. В каком смысле? Ну, типа, странно как-то. Да чё в этом странного? Они что, отличаются чем-то? Это заметно, это больно, опасно как-то? Слушайте, я врач, а не косметолог, ладно? Дальше у нас деформация. Блядь, ну слушай, а реально, если у тебя яйца... Блядь, у тебя левое яйцо на месте правого, правое на месте левого. Они же немного отличаются, ну, типа, не посрать. ...колокольного языка. Отклонение, которое встречается у каждого стола... Блядь, главное, чтобы рот с анусом местами не поменялся. Вот тогда, может быть, неприятнее. ...у 25-го мужика. Обычно орехи внутри прикреплены к мошонке таким образом, что у них ограничена подвижность. Но при деформации колокольного языка это крепление отсутствует, и орешки болтаются в своей кожурке гораздо активнее, чем должны. Но поскольку мы, мужики, не так уж часто меряемся своей мошоночной раскрепощенностью, большинство людей с этим отклонением не знает, что оно у них есть. По крайней мере, до определенного момента. Дело в том, что свободно болтающиеся шары гораздо более склонны к так называемому перекруту яичка. Это когда семенной канатик закручивается по вертикальной или горизонтальной оси из-за активных физических нагрузок или... иных занятий. Это крайне болезненная патология, и зачастую нужно идти к врачу, чтобы яйцо в буквальном смысле не задохнулось. Погодите, да они ж не задом наперед, они просто закрутились. Чё? Так раскручивай давай! Я и пытаюсь. Пытайся получше. Эй, чувак, ты когда-нибудь распутывал наушники через пакетик? Тут то же самое, только пакетик потеет. Так что успокойся и не подгоняй, а то, ишь, яйца он мне крутит. То есть я тебе. Далее у нас добав... Моя, сука, бедные врачи. Слабочная селезенка. Большинство, как минимум, слышали про селезенку. Если кто не в курсе, это орган размером с бейсбольный мяч, расположенный где-то здесь, который помогает с кровотоком и иммунитетом. Но оказывается, у каждого десятого селезенок не одна, а две. К сожалению, вторая селезенка — это не еще один полноценный орган, а прикрепленный к первой шарик селезеночной ткани, величиной с арахисовую эмендемсину. Поскольку эта селезенка изолирована от других органов, она тоже, строго говоря, считается органом. Но поскольку она очень маленькая, прок от нее как такового нет. Просто какой-то комочек. Привет, а я тебя раньше вроде не видел. Новенький? Да, я приехал пару дней назад. Ну че, добро пожаловать в университет Лос-Анджелеса. Если хочешь, я могу... Дрегл-рок! Эээ, это че такое? Классное шоу! А, это... это Тоби. Он мой... добавочный. А ты слушаешь группу Офф Спринг? Это... это она у меня спросила? Ты... ты слушаешь группу Офф Спринг? Ну, я раньше слушал, когда был помладше. Сейчас перестал, потому что... Так вот, ты... 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 далеко пойдешь, дружок? Я, пожалуй, сейчас пойду. Как думаешь, он понял отсылочку? Да, Тоби, он все понял. И напоследок у нас фитальный алкогольный синдром. Это расстройство я включаю в список только из одного случая, который был у нас на ОБЖ в девятом классе. Учительница рассказывала, почему во время беременности нельзя... У меня яйца тоже перекрутились, мне делали операцию. Соболезную. ...пить и добавила, что примерно 2-5 процентов... Видите, ребята, если много дрочить, тоже может быть перекрут яичко. ...эмериканцев рождаются с фитальным алкогольным синдромом разной степени тяжести. А потом говорит... Ну, например, я вижу признаки этого расстройства у пары человек в классе. Конечно, я не буду говорить у кого. И просто продолжила вести урок так, будто это ничего особенного. Само собой, я там чуть не обосрался. Потому что, хоть я и в каком-то смысле интеллектуал, вдруг мне было суждено стать Эйнштейном своего поколения. Но мой потенциально гениальный мозг угандошили егерьмастером до всего лишь смышленого. Поэтому, придя домой, я нашел картинку со всеми отличительными признаками фаз. И стал искать их в зеркале. К счастью, губной желобок у меня оказался явным, а верхняя губа пухлый. Так что меня пронесло, как я теперь знаю. Но по статистике, как минимум у некоторых из вас мамы вовсе не такие ангелы, какими хотят казаться. Так что вы подумайте там на досуге. Но эта картинка реально страшное откровение. Потому что признаки синдрома неявные. И незнающий человек ничего даже не заподозрит. Бля, на самом деле, если так подумать, я видел таких людей. Ну, в плане и не одних. Но когда обращаешь на них внимание, может случиться так, что заходишь ты на фейсбук, а твоя подруга постит фотку своего ребенка. И все комментаторы такие, о боже, какая прелесть, он само совершенство. И ты единственный видишь, что все совсем не так. А на сегодня все. Меня зовут Сэмонелло, и спасибо за... Да, трахни себя. Блядь, я знаю одного чувака. Блядь, знаете, если так подумать, мой старый знакомый Степа идеально подходит под это описание. Никогда бы не... Это многое объясняет. Например, почему он был придурком. Это, да. Вот это откровение, ребята. 30 лет только я понял сейчас.